Советник главы офиса президента Михаил Подоляк присоединяется к нашему эфиру. Михаил Михайлович, приветствую. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Михайлович, по вашей собственной оценке, как вы считаете, какова вероятность, что российский диктатор действительно попытается торговаться с украинской стороной? В частности, Крым в обмен на другие временно оккупированные территории. В чем я сейчас не спрашиваю, согласится ли на это Украина, тут ответ очевиден. Конкретно попытается ли? Вы знаете, Россия же понимает, я имею в виду политическое руководство России понимает, что войну в том виде, в котором они задумывали, они ее проиграли. И сейчас они пытаются, знаете, так панически, находясь в очень аффектном состоянии, в афрустрации такой, найти какое-то решение, которое все-таки позволит им, знаете, уже решить другую задачу. Первое, сохранить остатки монструозной репутации для внешнего рынка. Типа, смотрите, война войной, но мы все равно типа не проиграли. Хотя бы что-то, значит, надо оставить украинское у себя. И вторая задача, это показать на внутреннем рынке, что мы выдержали большую войну, но тем не менее, опять же, мы что-то оставили. И таким образом, сохранить под контролем внутреннее уже пространство и так далее. Это неприемлемый во всех смыслах сценарий. Он, знаете, это как бы незаконченное действие. Где-то ты уже практически его заканчиваешь, и в итоге ты его не закончил. И, соответственно, это, знаете, гнайник, который будет еще быстрее и более бурно развиваться. То есть, грубо говоря, если эта война не закончится полным освобождением территории Украины, то этот гнайник прорвет через совершенно очень короткое время. Потому что все и с одной стороны, и с другой. Вот смотрите, Украина же будет полностью не согласна. С этим понятно, что мы не остановимся. А Россия внутри тоже не примет эту концепцию, сделает вид, что приняла. Но тем не менее, через какое-то время элита для того, чтобы удержать под контролем внутренний рынок, начнет дальше культивировать там максимально реваншистские настроения. Типа, ну, наверное, надо все-таки сейчас сделать работу над ошибками. Против нас все равно мир весь. И поэтому давайте дальше пойдем в любом случае, попытаемся еще раз проатаковать Украину. Это нонсенс. Но, конечно, для Путина сейчас розовая мечта. Очень простая мечта. Первая. Вот смотрите, как он рассуждает. Понятно, что ресурса, еще определенный объем ресурса есть для вот этой активной фазы войны, которая сейчас идет у нас на Донецком направлении. Ну, где, собственно, все основные события сейчас и происходят. Это не только Бахмут, где, ну, центр, по сути, сражения идет. Но также и Угледар, также и Маренко, также и Льманское направление и так далее. Но для Путина сейчас важно попытаться снизить интенсивность войны. Снизить, да? После этого все-таки выйти на вот эту историю о том, что давайте переводить войну в затяжной конфликт. Это не будет артикулироваться. Но при снижении интенсивности это как само собой разумеется. То есть будет не фактическая просто линия разделения, вокруг которой будут идти вялые боевые действия. И таким образом начнется какой-то переговорный процесс. Он сам его предложит. Давайте все-таки разменивать какую-то часть чего-то на что-то. Мы вам что-то отдадим, но мы что-то заберем. И так далее. Это то, с чего все начиналось. Вся эта война с этого начиналась. То есть, грубо говоря, воевать эффективно год, собрать коалицию, получить возможность фактически построить новую армию, имеется в виду, которая построена на натовских принципах и на натовском оружии, и остановиться, когда надо дойти до конца, но это будет очень странно выглядеть. И, соответственно, это деморализует не только Украину, я сразу говорю, это деморализует вот всю ту, знаете, весь тот остов проукраинской поддержки, которую мы сегодня имеем в западном мире. То есть, вот эти все страны Балтии, Польша, Болгария, Румыния, которые крайне интенсивно нас поддерживают. Те политические группы, которые в Германии, во Франции, в Италии, которые тоже очень жестко, вот как Анна Лена Бербак, министр иностранных дел Германии, которая очень четко расставляет акценты и очень четко говорит о том, что войну нужно правильно закончить. Это будет сильный деморализующий фактор. Вот все, что сейчас Россия будет генерировать, это будет сильно деморализовать вот эту коалицию проукраинскую. Так что вариантов нету. Михаил Михайлович, вот перед нашим включением я как раз прочитал сообщение интересное от советника генерала Залужного. Вы наверняка это заявление читали. Виктор Назаров его зовут. Он сказал, что очень важно деоккупировать нам Херсонскую и Запорожскую область в первую очередь. Почему? Потому что таким образом Россия потеряет выход Казовскому морю и регионы, которые граничат с Крымом. И вот после этого, возможно, даже начнутся переговоры между Киевом и Москвой. Вот скажите, насколько вы оцениваете эту перспективу? Ведь действительно очень многие военные эксперты говорят, что деоккупировать юг, ну, не хочется говорить нам слово легче. Это все, конечно же, кровь из жизни наших военнослужащих и героев Украины. Но тем не менее, если эти регионы будут деоккупированы, будет о чем говорить? Это очень странное заявление. Мне кажется, что мы уже неоднократно у вас обсуждали, что компетенция есть компетенции. Нет смысла у политиков спрашивать развитие той или иной оперативно-тактической обстановки на фронте. Ну, или развитие тех или иных перспективных операций, направлений ударов. Это должны комментировать военные. Но очень странно от военного слышать о политическом решении, которое принимается на уровне президента страны. Ну, вы понимаете, что есть задачи, которые решает Генеральный штаб, очень важные задачи, фундаментальные задачи. И сегодня он очень эффективно показывает то, что умеет планировать и оборонительные, и наступательные действия. И мы, соответственно, сейчас находимся на этапе концентрирования ресурса. И вот здесь, конечно же, безусловно, Генеральный штаб должен абсолютно четко расставлять акценты, ну, имеется в виду, комментарийные акценты, информационные акценты, что, как, почему мы будем делать, если считать нужным это делать, опять же, с информационной точки зрения и так далее. Но все, что касается политических аспектов, да, то есть, вот, например, мы получили, улучшили, существенно улучшили свои огневые позиции, то есть, грубо говоря, провели качественные контрнаступательные действия на том или ином направлении, рассекли те или иные группировки российские, нанесли максимальный ущерб живой силе и технике, ну, собственно, переформатировали и тыловое обеспечение российской группировкой, сформировали панические настроения, видим то, что они начинают бежать. Ну, мне кажется, что это странно, когда кто-то начинает из, скажем так, военных комментировать дальше процесс политический. Но это очень важно, этого не делать. Ну, смотрите, давайте так, улучшаем позиции, потом принимаем решение, но имеется в виду решение на уровне ставки, какие дальше шаги у нас. И мне кажется, все, что касается возможности переговорного процесса, президент Зеленский четко и качественно это фиксирует. И вообще, мне кажется, что он стержневым образом зафиксировал главный пункт на начало переговорного процесса, действительно реального переговорного процесса. Это абсолютный вывод всех войск с территории Украины. Это первое. Второе. Безусловно, можно оценивать ту или иную оперативную позицию. Безусловно, резкое улучшение оперативных позиций вооруженных сил Украины позволит доминантно подойти к условиям, к ультимативным политическим условиям, которые будут выставлены Россией. Но, во-первых, до этого надо дойти. То, чем сейчас занимается и Ставка, и Генеральный штаб это планирует, как раз возможности резкого улучшения обстановки наших позиций на фронте. Это первое. И второе. После этого нужно, опять же, принять решение. А готовы ли мы о чем-то говорить с россиянами, если в этот момент они максимально панически себя чувствуют? Ну, то есть, надо понять это. На мой взгляд, смотрите, как бы ни говорили эксперты, понятно, что экспертиза важна и так далее, но логика и интенсивность войны такова, что многие события после двух-трех, например, существенных поражений России, опять же, существенных, подчеркиваю, когда она будет иметь большой объем похоронок и большое проникновение наших сил в свои тыловые порядки, это резко обрушит фронты как таковые. И тут возникает вопрос, а надо ли нам будет фиксироваться на каком-то конкретном фронте, где-то останавливаясь, если будет возможность дополнительно спровоцировать панику и обратить в бегство на том же, например, южном направлении. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, насколько на сегодняшний день позиция Украины четко услышана за пределами нашего государства, нашими союзниками? И как эта позиция воспринимается сейчас, если сравнивать, например, с событиями 24 февраля 2022 года? Они кардинально различны. Кардинально различны. На внешних рынках сегодня существует субпозиция Украины. Украина субъектно-чрезвычайна. Украина входит в небольшое количество стран, которые сегодня определяют глобальную повестку. Это очень важно. Да, я понимаю, какой ценой нам это дается, но мы закладываем основы другой глобальной повестки сейчас. То есть и другие принципы политических процессов, которые будут доминировать в глобальном пространстве. Это очень важно. И, конечно же, сегодня многие партнеры смотрят на Украину как на равноправного партнера. Более того, который имеет право инициативного голоса, исходя из той работы, которую Украина выполняет. То есть имеется в виду, что все идет на территорию Украины. Украина несет основную нагрузку в этой войне. Прежде всего, нагрузку в человеческом измерении. И, соответственно, Украина инициативна. И Украину слышат на разных площадках. И это отлично. Безусловно, смотрите, тут надо несколько правильно ставить акценты, что мы-то глубоко понимаем природу войны. Мы глубоко понимаем причины войны. Глубоко понимаем, почему Россия недоговороспособна во всех смыслах этого слова. И почему эту войну нужно правильно финализировать. И почему мы не боимся России. А вот наши партнеры все еще слышны отголоски. Иногда, очень редко уже, но тем не менее, слышны отголоски вот этого довоенного страха. Довоенной неправильной оценки России. Довоенных бизнес-отношений с Россией. Довоенных лоббистских отношений с Россией. Довоенных культурных, информационных и других отношений. Отголоски еще есть. И скорость принятия решений совершенно другого уровня и масштаба, нежели то, что мы видим в Украине. И, соответственно, конечно, это как бы несколько раз синхронизует общее действие. Но, тем не менее, сегодня, еще раз, я зафиксирую эту позицию. Первое. На уровне и публичной, и не публичной риторики лидеров стран-партнеров наших слышны ключевые вещи. Первое. Россия должна проиграть. Второе. Россия не может в таком виде дальше существовать. Третье. Украине нужно дать всю необходимый инструментарий для того, чтобы можно было эту войну правильно финализовать. Третье. Четвертое. Россия обязательно должна отвечать за преступления, агрессии и военные преступления, которые каждый день фиксируются в прямом эфире. И сегодня, вы знаете, это кощунственное преступление, убийство, по сути, военнопленного в нарушении Женевской конвенции. Это фиксация, безусловно, еще одного военного преступления, как против гражданского, а в данном случае против комбатантов. Это очень важно. И, соответственно, второе. Наши партнеры ищут инструменты. Смотрите, они ищут и создают международные фонды, международные логистические, по сути, инфраструктуры, которые позволят насытить Украину необходимым инструментом. То есть все решения уже приняты, воля и есть. Публично это обозначено. Нам сейчас главное провести правильную оценку событий на фронте. Это первое. Накопить необходимый ресурс для контрнаступления. И, соответственно, все это эффективно провести весной этого года. Ну, начать, по крайней мере, вопрос о деоккупации. То, что поддержка есть в полном объеме, в том числе по деоккупации и Донбасса, и Крыма, можете не сомневаться. Да, вот тут хочется, конечно, подчеркнуть слово субъектности, которое вы сказали. Потому что есть очень такой рейтинговый и авторитетный способ измерения влиятельности государств. 100 тысяч респондентов в нем принимало участие. И вот Украина в 2023 году заняла 19-е место в мире. Об этом говорится в исследовании Brand Finance. Речь идет о чем? 100 тысяч респондентов по всему миру отвечают, насколько страна по своим убеждениям, не применяя силу, привлекательна. Привлекательна для других резидентов. Я хочу вас вот о чем спросить. Президент Украины Владимир Зеленский недавно во Львове побывал и с Робертой Масолой говорил. Это президент Европарламента. И речь шла, конечно же, о том, каким образом может Украина соседствовать с таким агрессивным соседом далее. И, конечно же, тут мнение однозначное у президента только вступление в Европейский Союз и только вступление в НАТО. Расскажите, что у нас сейчас с этими этапами? Ну, сегодня же вы видели после обсуждений на уровне саммитов, на уровне двусторонней встречи в том числе, сегодня премьер-министр Украины господин Шмагалец заявил о том, что мы выполнили практически все семь основных шагов, которые необходимы для углубленных уже переговоров, углубления переговоров о вступлении в ЕС. То есть, домашнее задание, которое нам ставилось, это касается синхронизации и законодательств, и синхронизации рынков, и синхронизации антикоррупционных действий и так далее. Все это уже в рамках вот этих программ, этих семи шагов рассмотрено, сделано. И мы, в принципе, с точки зрения инфраструктуры объединения между Украиной и Евросоюзом уже готовы. Тут есть более глубинный вопрос. Понятно, что все эти вопросы и по НАТО, и по ЕС будут решены сразу после правильной финализации войны, как таковой. Более глубокий вопрос это о том, что как мы можем существовать. Это не только вопросы вступления в ЕС и в НАТО, о чем президент Зеленский неоднократно говорит, и он, в принципе, абсолютно прав, потому что, например, наличие Украины в НАТО существенно повышает безопасный контур всей Европы, как таковой. Вступление Украины в Евросоюз символизирует то, что Украина это действительно Европа, а Россия это что-то другое, от чего нужно обязательно отделиться. Это очень правильный параметр. И знаете, но я немножко еще добавил бы здесь, очень важно будет построить и, соответственно, зону демилитаризации на границе между Евросоюзом, к которому будет относиться Украина и Россия, как таковой. И, соответственно, более точно обсудить, на что имеет право с точки зрения обладания тем или иным оружием, на что не имеет. Только это нужно будет, почему нужно дождаться правильного финала войны, потому что реально ультимативные условия России можно будет выставить именно в случае ее проигрыша. Потому что была допущена ошибка, когда с Россией, начиная с 97-го года, разговаривали в таком, знаете, умиротворяющей тональности. Подписывали СНВ-1, СНВ-2, да, ну то есть как бы всегда учитывали какие-то странные запросы, требования России как таковой. Сегодня Россия вышла из очередного документа ОБСЕ, который касается контроля над обычными вооружениями и так далее. Понимаете, страна не может в таком виде существовать, потому что вот они зашли к нам, например, и говорят, смотрите, мы хотим получить безопасность, чтобы у вас не было каких-то там видов наступательного оружия. Я сразу говорю, что Россия не разбирается, что такое оборонительное наступательное оружие, что они демонстрировали в рамках официальных делегаций своих и так далее. То есть они не понимают, что это такое. Но тем не менее, смотрите, они ультимативно говорят, у России что-то угрожает, мы хотим эти угрозы убрать. Так вот, мне кажется, что эту тональность взрастили в России, а теперь нужно ее вернуть на место. Вот мы, например, Украина, должны будем и поставим эти вопросы, это один из ключевых вопросов окончания войны, у нас есть риски, то есть Россия проиграла-то проиграла, но у нас есть риски, которые могут выглядеть следующим образом. Количество калибров должно быть лимитировано или они должны находиться под контролем, или вообще не должно быть у России, или они должны быть, условно говоря, только в рамках торговых программ российского ВПК и так далее. То есть есть более широкий спектр вопросов, которые будут касаться безопасности Европы. И, соответственно, это нужно будет проговорить именно в финале войны. То есть, с одной стороны, мы обязательно юридически фиксируем членство в едином экономическом, политическом и военном пространстве Европы как таковой. С другой стороны, мы четко регламентируем правила сожительства с такой страной, как Россия, после ее проигрыша в войне. В России имеется в виду, это границы, это объем вооружений обычных. Они же хотели об этом говорить, в том числе в рамках переговорных процессов. Объемы вооружений, дальность ракет, количество живой силы, условно говоря, армия, какой размер и так далее. То есть страна тогда доминировала в мире, то есть позволяла себе сама определять численность, например, своей армии. А в случае проигрыша необходимо будет не сказать так, ну давайте вы там что-то себе сами делайте, держите ту армию. Нет формульное решение, какое количество танков у России может быть, какое количество, условно говоря, ракетоносцев подводных и так далее. Просто нужно шире уже ставить вопросы, касающиеся послевоенного будущего России в том числе, потому что это касается безопасности не только Украины, Европы и демократической части мира в целом. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, насколько приобретенная Украиной субъектность сегодня влияет на глобальные политические вопросы, в частности, связанные, например, с европейской интеграцией нашего государства. Ведь этот вопрос или этот процесс был запущен тогда, когда об этой субъектности украинской можно было мечтать, допустим, так. Но в связи с обстоятельствами, свидетелями, непосредственными участниками, которых мы являемся, она нами, да, приобретена. Так вот, насколько это влияние наблюдается сейчас, в чем оно выражается? Влияние, прежде всего, выражается в ускорении переговорных процессов. Все-таки не забывайте, что та или иная процедура вступления, она бюрократична, она предполагает выполнение определенных правил. Но вот ускорение, наличие, это первое. Второе, на наличие политической воли, что да, сказать не когда-то там через 100 лет или там через 10 лет, вы станете членом Евросоюза, а конкретно вы станете членом Евросоюза буквально завтра, но для этого. И тут я возвращаюсь в то, о чем уже говорил. Вы знаете, такого объема смелости, ну как у Украины, к сожалению, в мире, наверное, ну не у многих стран есть, да. И, соответственно, нам надо набраться терпения в плане, что мы должны выиграть войну. Вот война, выигранная Украиной, абсолютно точно ускорит практически там в дни или в месяцы превратиться вот эта процедура вступления. То есть там будет какая-то процедура, безусловно, президент ее проговорит на разных уровнях, я имею в виду президент Украины проговорит на разных уровнях. Но что это будет очень символичное действие. Они необходимы Украине для того, чтобы фиксироваться в истории. Ну то есть, понимаете, история же будет переписана, будет зафиксирован вот факт окончания жизни такой странной страны, как Российская Федерация, в таком виде, как сегодня существует. Будет зафиксирован факт то, что Евросоюз будет выглядеть иначе, там будут зафиксированы другие какие-то правила и ценности более жесткие, да, ну с учетом рисков, которые Россия сегодня генерировала и с которыми мы, к сожалению, столкнулись. Так вот, вот эта субъектность позволяет многие процессы ускорить, сделать их черно-белыми, кстати, это очень важный параметр. То есть, не вот как долгое время, вы правильно говорите, там с 2007-го мы там ПДД в НАТО или там еще, условно говоря, какие-то условия по началу обсуждения кандидатства в кандидаты в Евросоюз, вы помните, да, эти все процедуры. Так вот, сейчас черно-белое. Вот всех этих серых полутонов больше нету. Это очень круто, что сделала Украина своей субъектностью на глобальном рынке. То есть, мы ставим «за» или «против», «за» или «против». И страны принимают это, черное или белое. Черное все, что касается России, белое все, что касается Украины. В том числе, правила вступления под Украину будут другими. Страна, которая участвует в такой гигантской войне в Европе, которая, в принципе, по объему, вы сами представляете и знаете, несопоставима с теми войнами, которые были после Второй мировой на разных территориях, в разных регионах, то, соответственно, это страна, которая, конечно, имеет другие принципы для вступления в единое европейское пространство. Михаил Михайлович, ну вот речь идет конкретно о победе Украины. И после этого, когда у нее появляется некий люфт для принятия решений, да, куда двигаться дальше, точнее, давайте так, не куда двигаться дальше понятно, а давайте как двигаться, то это же как раз и есть то время, когда Украина должна стать членом НАТО и Европейским Союзом. Это не должно занимать годы. Как вы это видите? Это как-то проговаривается? Это не будет занимать однозначно годы, это будет вопрос идти в месяц и максимум, потому что, еще раз подчеркиваю, какая-то все-таки процедура бюрократическая будет соблюдена. Но тут я бы сказал чуть-чуть. Речь же идет не только о победе Украины, речь же идет в историческом смысле о победе коалиции, проукраинской. То есть Украина, несомненно, ведет бои, несомненно, подчеркиваю. Украина ключевую роль играет сегодня в том, чтобы историю вернуть в правильное русло, чтобы избавить историю от присутствия стран-паразитов. Но это будет победа именно демократии, шире гораздо. То есть эта победа будет демократии, демократических принципов над авторитарными империями. Да, Россия это, конечно, не такого типа империя, которая выглядит как классические империи. Это скорее такая, знаете, карикатурная империя с большими понтами, с большими арсеналами, к сожалению, оружия, с очень, скажем, примитивным населением, которое готово умирать на чужих территориях за непонятные цели. Но, тем не менее, это империя авторитарная, классическая, потому что здесь есть царь, ну, по сути, да, царь, можно называть его, конечно, президент, но к президентству как форме демократического управления он никакого отношения не имеет. Соответственно, есть опричнина какая-то, да, и так далее, и тому подобное. Ну, классическая российская империя, только вот в таком карикатурном, к сожалению, но агрессивном виде. Так вот, безусловно, это будет победа демократии, демократических ценностей над авторитарностью. И, соответственно, безусловно, сам этот факт будет, как бы, знаете, обязывать, что ли, демократию, особенно европейскую демократию, максимально быстро зафиксировать это историческое событие актом принятия страны-победителя Украины в семейство европейских стран. Это символический важнейший акт будет, опять же, который должен будет правильно расставить акценты для глобального мира в целом, да, ну, то есть для других стран, для нейтральных стран и так далее. Это очень важная составляющая, потому что, опять же, это все-таки, на мой взгляд, будет иметь важнейшее послесловие после этой войны для продвижения демократических ценностей в другие регионы. Это очень важный параметр. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, европейскими государствами, европейская интеграция Украины тоже воспринимается как один из главных факторов возможного продолжения сосуществования наших стран. Я имею в виду страны-агрессоры России и Украины. Украина уже после победы. Безусловно. Безусловно, Европейский Союз в целом, ну, и если мы говорим о НАТО, как об одном из инструментов Европе, не только европейского, но и демократического мира в целом, безусловно, они воспринимают наличие Украины как полноценного... Они это не артикулируют вот так жестко, как мы с вами сейчас артикулируем, но, тем не менее, они это воспринимают как обязательный элемент существенного укрепления и европейского пространства экономического, политического, социального, и в то же время военного пространства демократических стран в целом. Это важный параметр... Это действительно важный момент, который вы отметили. То есть речь идет не только о существовании, или даже не столько о существовании Украины и страны-агрессорки, которая пришла в Украину с войной, а о существовании мира и России как отдельного формирования. Абсолютно так. Но тут я бы все-таки ставил правильно вопрос чуть иначе. Мне кажется, что в таком виде Россия существовать точно не должна и не будет, потому что она будет проходить через несколько этапов внутренней трансформации, в том числе с внутренним беспредельным переделом власти. Ну, что притаманно... Присуще. Присуще, да, Российской Федерации. Понимаете, ну, то, что русские всегда делают. То есть они, грубо говоря, еще раз повторяю, если они не будут иметь внешнего врага, а они внешнего врага будут бояться, то, соответственно, они тогда будут изливать вот эту агрессию, которая и является побудительным мотивом их жизни, они будут изливать ее на внутренний рынок. И, соответственно, будут пытаться построить новые пирамидальные структуры управления государством. И, конечно же, в это время Россия будет ослаблена. И, соответственно, я еще раз подчеркиваю, для того, чтобы мы безопасно, как вы говорите, сосуществовали в рамках «Единая Европа», где Украина, несомненно, важнейший ключевой член и партнер, и, с другой стороны, Россия, поствоенная Россия, то, безусловно, нам необходимо будет требовать у России, жестко требовать о том, чем немножко выше говорили, и зона демилитаризации, и, соответственно, минимизация обладания тем или иными наступательными видами оружия, и, соответственно, размеры армии и так далее. То есть необходимо об этом говорить уже. И мне кажется, что это абсолютно отличный сценарий. Вот, знаете, резкое сокращение милитарных наклонностей и способностей России вместе со страхом, который Россия будет испытывать после прогроша войны перед Украиной, это будут чрезвычайно важные элементы, обеспечивающие безопасность и европейского континента, и, кстати, других смежных территорий возле России. Михаил Михайлович, я вот хочу вас о чем спросить. Очень часто различные российские блогеры, не буду сейчас называть фамилии, говорят о том, что вот возможное проговаривание сценариев, которых будет в России ожидать смута после Путина, да, возможный раскол, возможно, действительно, территориальные, административные переделы, это в какой-то мере идет на руку Путину, который как раз и россияны пугает, что от них останутся кто там, уральцы, московиты. Вот что вы об этом думаете? Действительно ли важно россиянам понимать, что этот путь неизбежен, если он действительно неизбежен? Такой вот тонкий довольно вопрос, на котором часто спекулируют. Исторический процесс неизбежен. Не все люди просто понимают, потому что многие настолько влюблены сами в себя, что думают, что можно остановить процесс трансформации как таковой. Россия в таком виде не конкурентна. Россия в таком виде слишком обширна даже, чтобы саму себя обеспечивать. Потому что Россия не производит добавленной стоимости, кроме одного сырьевой добавленной стоимости, с одной стороны, и военной агрессии, как защиты этой сырьевой стоимости. Россия является страной, которая продает концепцию разрушения. В современном гуманистическом мире это непродаваемая, неконкурентная концепция. Да, есть еще ряд стран, которые тоже продают концепцию, продают бойтесь меня как такового и так далее. Но это не концепция, которую можно продавать в случае, вот то, что сделала Россия. Ты это можешь делать, пока ты не нападешь на другую страну с большим объемом военных действий. То, что сделала Россия. Где-то проводить в других странах небольшие локальные специальные операции, ну, например, как в Сирии, когда они уничтожили стерл из лица земли Алеппо. Это, конечно же, возможно. Но, тем не менее, и тогда все равно тебя будут бояться, и будут принимать твою концепцию внешнего экспансионизма и так далее. Но когда ты поставил все ва-банк, то в таком виде ты существовать не будешь. Это неизбежность краха. Потому что, и тут я перехожу теперь к Путину. Путин гарантировал своему населению, что я у вас забираю свободы и гарантирую вам две вещи. Первое. Безопасность. И второе. Страх перед нами. Величие России, которую мы будем продавать, и за счет этого получать от мира возможность наглеть в других странах, возможность путешествовать по миру, возможность грабить мир, возможность забирать у мира технологии, возможность воровать у мира безнаказанно и так далее. Вот что Путин продавал. Сейчас эта концепция умирает. Она, вернее, уже умерла, просто это мы еще видим отголоски, фантомные боли этой России. Поэтому она, конечно, там истерически ищет возможности набрать еще какой-то объем мобилизованных, прийти и убивать украинцев. Это так выглядит. Но исторически это абсолютно уже провальная концепция. В таком виде Россия действительно неконкурентна. И подсознательно в самой России это понимают, в том числе элиты. Поэтому они панически пытаются найти свое место, определить свое место в послевоенной России как таковой. Но, к сожалению, для них у них не будет места в обновленной России. В обновленной России произойдут эксцессы обязательного порядка. Это не то, что будет страна распада. Нет. Для России типично проходить через периоды смуты, как вы правильно сказали. То есть для этого в смуте у них будет рождаться новая дикая элита. Подчеркиваю слово «дикая». Она может ходить, естественно, в бреоне, она может, условно говоря, делать вид, что у них есть там два гарварда за плечами, она может выглядеть как технократическая часть и так далее. Но, тем не менее, это будет дикая элита, которая по своему внутреннему мировоззрению все равно является имперской. Мы должны это понимать. Вот и все. Не более того. Но остановить крах системы, которая показала свою неэффективность внутреннему, как они любят говорить, глубинному народу, они именно это показали. А глубинный народ — это тот, который в России, это тот, который малообразован, гоповат, и который готов идти и безропотно умирать. Или на внутренние смерти идти, в лагеря рабочие, трудовые, как они называют, Байкало-Амурскую магистраль стоит строить. Или идти на внешние смерти, как сегодня в Украину. Вот этот глубинный народ получает разочарование фундаментально. Он, конечно, глуповат, оно к нему очень туго, медленно доходит, но, тем не менее, оно к нему доходит. Вы знаете, в чем есть ошибка вот этих хороших русских? Они реально думают, что их много, а их на самом деле мало. То есть образованной части российского населения очень мало. Это 10-15% населения максимум, которое более-менее понимает современный мир как таковой. Я не беру там уникумов, которые могут получать нобелевские премии за графен, которые бывшие граждане России, но которые перебрались в другие страны. Это вообще уникумы, которые не имеют национальной идентичности как таковой. Но с точки зрения того, что есть в России сегодня, доминирует там абсолютно аморфная элита, которая не является интеллектуальной, идеологически неправильно структурированной. Вот это все закончит свое существование. И это неизбежно. Иначе эта страна будет в принципе самоуничтожаться в более диком формате. Не просто через трансформацию, а просто через внутреннюю объемную войну. Реваншистские настроения в России после официально зафиксированного поражения. Это реваншистские настроения уровня Германии после Первой мировой? Нет. Абсолютно нет. С учетом того, кто против России воюет, с учетом стержневого характера Украины. Дело в том, что после Веймарта в Германии окружающие страны достаточно мягкотелыми были. То есть вроде бы они жали. Они были как бы с одной стороны жадными, то есть сильно выкручивали руки, но при этом мягкотелыми. То есть они думали, что все, мы выиграли, и соответственно Германия не поднимется с колен. Понимаете? То есть как бы... Но при этом у них не было стальных характеров как таковых. Здесь ситуация совершенно иная. Украина имеет совершенно другие черты характера. И тот объем ненависти, который у нас накоплен, абсолютно справедливый. И абсолютно, кстати, подчеркну, смотрите, это важное эмоциональное качество на данном историческом этапе. Мы должны ненавидеть, я сейчас скажу прямо, да, мы должны ненавидеть Россию. Ненавидеть искренне, да, вот до последнего такого, знаете, как это, кончиков ногтей своих должны ненавидеть. Именно на этом историческом промежутке времени. И вот это подсознательное ощущение русскими, что там стоит страна, которая нас люто ненавидит, и просто уже один раз нас наказала, вот этот страх панический, это и будет их, как бы, гарантия от реваншизма того типа, о котором вы говорите после Первой мировой войны. То есть они будут нас бояться. И они будут очень и очень аккуратно смотреть по сторонам. И не дай бог, в этот момент у них проявится этот реваншизм. Михаил Михайлович, вы говорили о победе, в первую очередь, не только Украины, но еще и антипутинской, антироссийской коалиции, которая сейчас объединилась. Мы это видим, прекрасный этот почерк и состав лидеров этой коалиции. Хочу вас спросить о Беларуси. Потому что, читая сообщения о том, как Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам заключения, понятно, что она не попадет под стражу, она находится не на территории Республики Беларусь. Но в том числе там есть и Павел Павлович Латушка, которого мы регулярно в эфиры включаем, тоже представитель Координационного совета. На 18 лет его строгого режима осудили. Ольга Ковалькова, Сергей Дириевский, Мария Мороз. Это также другие члены Координационного совета. Все как бы по одной и той же статье, призыв к свержению власти и так далее. К чему я веду? Вроде как понятно, что Путин взялся за Беларусь очень крепко, это так мягко говоря. И в Беларуси нет никакой субъектности, и фактически она становится частью Российской Федерации. Если Путин аннексирует Беларусь, можно ли считать победу антипутинской коалиции действительно победой? Путин не аннексирует Беларусь. Не то время и не то место. Ему это нужно было делать в первые полгода войны против Украины. Сейчас Лукашенко, который демонстрирует с 1994 года, являясь президентом или условным президентом, или непризнанным президентом Беларуси, но в данный момент он непризнанный президент Беларуси, вы знаете, он понимает риски. И вот этот визит в тот же Китай, и прямая встреча с Дзиньпинем, она четко фиксирует риски, он понимает. И попытки аннексии со стороны России невозможны, на мой взгляд. И все-таки Беларусь останется частично субъектной, ну, в понятном, в ограниченном, существенно ограниченном виде, потому что строить и свою политику, и свою экономику на отрицании конкурентности как таковой, на российских деньгах, кредитных деньгах или прямых донорских деньгах и так далее, и не иметь, знаете, как это, альтернативных рынков сбыта, и, соответственно, зависать, ну, в принципе, любой авторитарий всегда зависает на какой-то одной стране, стране-доноре, да, будучи у нее рецепиентом. Ну, соответственно, это все понятно. Но, тем не менее, тем не менее, я не думаю, что есть риски, высокие риски аннексии Беларуси как таковой. Скорее есть риски, знаете, попыток провокации со стороны России внутри Беларуси. То есть попыток, вы знаете, создания такого панического настроения, ощущения войны, то есть максимизации панических настроений. Я бы так сказал. То есть и Россия вполне это может делать, вот так же, как она сегодня пытается активно атаковать Молдову, ну, там другие технологии применяются, уличных протестов. Точно так же она может попытаться создать какие-то проблемные очаги в самой Беларуси, то есть искусственные удары по каким-то критическим объектам, нанесенные Россией и так далее. Я имею в виду диверсантами российскими. То есть вот какая-то, скажем так, попытка сформировать, еще раз подчеркиваю, такое внутреннее нестабильное информационное пространство, вот это Россия может делать. Это однозначно. Спасибо вам огромное, Михаил Михайлович, за то, что приняли участие в нашем эфире. Ну, кажется, все самое важное обсудили, и даже и Беларусь зацепили. Спасибо, что разъяснили детально. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк был в нашем эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»